Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами я Камарачи на связи. Всех рад приветствовать в очередном своем видео о гайде или обучении, называйте как хотите. Хотелось бы сегодня поговорить о такой теме, как ловить на озере различную рыбу без прилова. На вот этой вот нашей замечательной с вами локации, на которой мы проводим огромное количество времени, особенно в начале игры. Много вопросов по этому поводу и давайте же наконец-таки разберем, какие рыбы здесь ловятся и возможно это поможет снизить вопросы для новичков, где ловить ту или иную рыбку. И не надо будет задавать их постоянно в чате или писать на форуме. Посмотрев видео они смогут быстренько понять и также применить это на практике. Итак, первый у нас бычок-кругляк. Он у нас ловится на красивом месте, без прилова естественно и ловится у нас круглосуточно. Глубина у нас 1,9, давайте поставим 1,9, ну 1,9-3,9, то есть тут сильно не принципиально и ловится он на кусочек сала. Сейчас мы его поставим, кусочек сала, бесплатная наживка, забрасываем и ждем. Я буду ловить где-то 3 рыбки, чтобы вы понимали, что рыба ловится без прилова естественно и все это нормально работает. Ну то есть понятно, да, что 3 рыба одна за одной. Вылавливаем, все поняли, без прилова есть, есть. И идем дальше по другой рыбе. Сразу еще хочу оговориться, что в видео будут наживки присутствовать как за золото, то есть донатные наживки, так и наживки за этот, ну обычные, за серебро. Чтобы не было потом вопросов, а вот у меня нету донатной наживки, а вот у тебя есть, ты ловишь на донатную, конечно у тебя без прилова. Ну то есть, вычетчик кругляк, первый. Давайте сразу обговорим эти моменты, что я именно показываю, как и где и при каких условиях поймать без прилова. Различные виды рыбы. А какая именно наживка здесь задействована, ну уж прошу прощения, если у вас нету кусочков рыбы, пиявки нету, или нету там малька, еще чего-то. Тут уже формите, крафтите, делайте, покупайте наборы. Главная цель показать, как ловить рыбку без прилова, поэтому не обижайтесь на меня. Второй бычочек у нас должен быть, великолепно, 19 грамм. И сейчас мы поймаем еще третьего. Бычок кругляк. Некоторые рыбы клюют только ночью, некоторые только днем, некоторые клюют утром и вечером. То есть, вот это надо вот знать. Бычок клюет круглосуточно. Здесь с ним нет никаких абсолютно проблем. Ловится он нормально и не представляет никаких проблем приловным. Замечательно. Третья рыбка. Ну, как можете наблюдать, все ловится замечательно. И следующая рыбка, это у нас идет вьюн. Тоже на красивом месте он ловится. И наживка у нас детрит будет. У меня, по-моему, ее нету, ее нужно прикупить. Вот так вот он выглядит. Детрит. Стоит он, конечно, 90 серебра за 10 штучек, но если вдруг вам он нужен, то, естественно, покупать. Но я себе сразу, наверное, куплю на 1000 и не буду себе ломать голову. Купили детрит. А, у меня он был. Ну, ничего, наживки много не бывает. Глубина у нас на вьюна идет от 0.5 до 0.79. Ну, то есть, вот так вот, да. Ну, можем 0.6 поставить. Применяем на детрит, забрасываем и ждем кульминации. По вьюну. Может быть, вы там будете его ловить, не знаю, для медали у нас вроде бы там медаль есть. Не помню, как она точно называется. А, я ей муха. Дурацкая муха. Для медальки. Может быть, еще для чего-то. Может, по квестику он нужен. Вот он клюет круглосуточно на наживку детрит. Вьюна. Вообще не люблю вьюнов. Вот такая противная рыба. И в реале он мне не нравится. Она такая, типа, как змея, что ли. Ну, вот, ну, что-то туда, в ту стель по виду. И совершенно, вот, она мне как-то, вот, не вызывает никакой симпатии. Или, вот, ну, какой-то, знаете, вот рыбу вылавливаешь, Любу, она такая красивая, классная. Вот, прям вот, ну, рыба. А это какая-то скользкая такая мерзость. Фу. Не нравится мне. Вьюнчик вот выловился. Я буду делать наживку. Вот, кстати, для наживки его можно пофармить. Для живца. И тут детрит. Но, знаете как, вот, детрит, либо половить на детрит, это, вьюна, поделать себе наживку живец. Либо половить этот, скажите мне, купить точнее, эту наживку за золото, за денежку. Тут уже кому как нравится, или у кого есть какие возможности. Кто-то задонатит себе на наживку, а кто-то будет фармить себе сидеть ловить. Не знаю, я, в принципе, себе иногда по чуть формлю. Ну, почему бы и нет. Я считаю это, знаете как, ну, не таким уж чем-то сверхъестественным. Что вот я буду фармить, кто-то будет покупать. Кому как проще. Там я в основном вот в прилов рыба какая-то идет. Или там меньше, там, какой-то определенной цены. Если мне можно пустить на наживку, я ее пускаю. Почему бы и нет. Это всегда помогает. Потом, когда у вас не хватает наживки, вы невольно думаете, блин, а мне же не хватает. А что делать? Надо докупить, а времени, ой, надо доловить наживки, а времени нету, да, ее ловить идти. Либо нужно покупать за донат. А если вы на какой-то локации, дорогой, где неплохо серебро стоит, вам нужно вернуться на озеро, к примеру, или на другую локацию половить, потому что там на каком-нибудь море нету такой рыбки, да, на которой можно пофармить. И вы невольно начинаете задумываться, что надо купить. Другого выбора нет. Три вьюнца, как видите, все замечательно. И сейчас у нас на повестке дня гамбузия хольбрука, следующая рыбка. Она у нас ловится на наживку мелкая рыбка. Выбираем. Выбираем с вами наживку мелкая рыбка. Где она здесь? Вот она, мелкая рыбка. Глубину мы с вами ставим на нее где-то полтора. Ну, можно, я думаю, где-то не полтора, а вот 1.64. Будет нормально. Забрасываем. Ловится эта гамбузия у нас на протяжении дня светового. Если я не ошибаюсь. То есть, по-моему, так. И ловится она тоже без прилова. Если вдруг вам понадобится по квесту еще где-то. Или выловить какой-то определенный вес этой рыбки замечательный. Потому что я помню, у меня был квест. То есть, в костре вот в этом. Один промежуточный. Где нужно было выловить эту гамбузию в каком-то определенном диапазоне веса. Я вот тоже ловил, сидел на мелкую рыбку. Блин, наверное, не буду этих жуков ловить. Только время трачу. Ловил и, в принципе, поймал. Тоже вот на мелкую рыбку ловил и ловил. Не знаю, сколько я наживки использовал. Может быть, штук 40 этой мелкой рыбки. Но, в итоге, я выловил и заработал себе опыт, также деньги и закрыл заодно и квестер. Поэтому, вещь эта классная. То есть, зачет попался. Хотя на донатную рыбку зачет частенько попадается. И последняя рыбка, которая докажет нам, что все ловится беспрелово и ловится просто замечательно. Птички поют, кузнечики сверещат. Вообще, нормалек. Как будто летом, мол, хочу на рыбалку. И еще зачетик, как можете наблюдать. Все просто шикарно. И давайте еще поймаем последнюю рыбу. Поймаем. Ерша обыкновенного. Интересная рыба. Ловится она только днем. Ловится на наживку пиявка у нас. Пиявка тоже донатная, естественно, наживка. Глубина у нас 0,8. Даже можно вот так вот поставить. 0,88 на него. И день-ночь. Вот так. День-ночь у ерша. Ну, день-то для меня с 12. Ну, и, наверное, вот до скольки. Ну, и до скольки ночь у нас идет. До 5 утра, да, или до 4 примерно. Ну, вот так вот для меня примерно это день. Давайте сейчас еще ерша поймаем. Обыкновенного. Проверим, как оно будет. Да, вот ерша обыкновенный. Замечательно. И еще два штучки. Понятное дело, что наживка донат. Может быть, кто-то сейчас начнет как всегда возникать. Но я же говорю, дамы и господа, цель этих видео гайдов, которые будут выходить, это показать, как ловить рыбку без плевого. Остальное, какая наживка, и за что она покупается, это уже не ко мне. Это уже проблемы каждого. Главное, что рыба ловится без плевого. Это огромный плюс, когда можно один вид рыбы спокойно вылавливать. Все. Я показал сегодня вам 4 вида рыбок, которые можно поймать без плевого на озере, на локации «Красивое место». Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, только настраивайте его, чтобы все уведомления приходили вам. Без исключения. Также поставьте палец вверх и пишите в комментариях, полезна ли была вам эта информация. Всем спасибо. Не хвастаньте шуи. И до скорых встреч. Пока.